Футбол – игра простая. Забиваешь свои моменты и не допускаешь ошибки. Мы, к сожалению, в начале игры не забили два стопроцентных момента. Допустили грубейшие ошибки. Как результат, 2-0 после первого тайма. Во втором тайме, да, вышли, вроде собрались, вроде что-то доминировали. Но, опять-таки, впереди немножко остроты не хватило, именно креативности в атаке. А в обороне как-то более-менее игра успокоилась, хотя все равно были опасные моменты. Но я говорю еще раз, надо реализовывать свои моменты. Начало игры к этому располагало. Выходы 2-0 и 1-0 должны реализовывать. В середине второго тайма показалось, что Гомель перешел на более такую атакующую схему с тремя нападающими, тремя нападающими, Дубровский и Колоцей. Но Колоцей к концу второго тайма был заменен обратной заменой. С чем это связано? Ну, немножко не вошел он в игру. В такую игру вообще тяжело входить. Поэтому понятно, что не так часто он играет и молодой парень. Всякие бывают ошибки. Главное правильные выводы сделать из этого. Можно уже сделать какие-то выводы и можно сказать, что Гомеля домашние игры идут с переменным успехом. Поражения чередуются с победами. Как думаешь, с чем это связано? Что нет какой-то стабильности? Ну, может быть, сказывается какое-то давление. Все-таки приходят и родственники, и друзья. Хотят выпрыгнуть из своих штанишек. А тут надо играть просто. Тогда все будет получаться. И какие планы на последнюю игру первого круга? Ну, хотелось бы закончить победой, понятно. Будем готовиться. Со Слуцком у нас всегда очень тяжело сложиваются игры, особенно на выезде. Поэтому будем готовиться. Перед перерывом хотелось бы, конечно, выиграть. Ну, игра была не из простых. Как говорится, не забиваешь ты, забиваю тебе. Много моментов было в первых десяти минутах. Допустили ошибки, за это и поквитались. Все. Будем готовиться к следующему туру. Тоже серьезный соперник Слуцком. Удивило ли чем-то соперник этот матч? Нет. Кто больше забил, тот и выиграл. Реализовали свои моменты. Хорошо сыграли в обороне. А нас так не скажешь. Допустили ошибки. Гомель более десяти лет не проиграл дома. Но для Славии как-то понимали эту статистику или готовились к матчу? Нет, статистику не понимали. Тренер говорил, что принципиальная игра. Настрой был боевой, все бились. Но и не хватило. Спасибо.